Делом первым делом самолеты, ну а девушки, а девушки потом. Это не просто концерт, каждая песня для Семёна Исаковича воспоминания. Вот он ещё мальчишкой, школьником просится в армию добровольцем и едет копать противотанковые рвы под Смоленском. Затем год учёбы в военном инженерном училище, страшные вести с фронта. Дорожка правовая, не страшна нам бомбёжка любая. В 43-м его зачислили в 18-ю гвардейскую бригаду ВДВ. Он сапёр, служит в разведке каждый день на передовой. В 44-м, после недолгой учёбы, Семён Исакович стал переводчиком полка. Допрашивал пленных немцев, участвовал в знаменитой встрече союзников на Эльбе, освобождал Вену. Все его товарищи, ветераны, десантники уже не с нами. Семёну Исаковичу 97-е. Он не просто подпевает песням победы, кружится в вальсе. Под этот вальс в краю родном, любили бы подруг. Уже несколько лет это добрая традиция. К 9-му мая прямо во дворе ветераны устраивают концерт для его большой семьи. Ансамбль ВДВ подбирает особый репертуар. Спасибо огромное. Праздник вам. Спасибо. Берегите себя, здоровья вам, долгих лет жизни. Вы для нас настоящий герой и пример. Война для Семёна Кантора закончилась 12 мая 45-го в Чехословакии. Среди наград младшего лейтенанта медаль за боевые заслуги и орден Отечественной войны. Затем он окончил Бауманку, поднимал целину в Казахстане, вернулся в Москву, работал инженером и всегда помнил боевых товарищей. Вы десантникам в первую очередь значит, что ты должен чувствовать большую ответственность за те дела, которые ты делаешь. За страну, которую ты олицетворяешь и защищаешь. Я надеюсь, что у меня растет поколение будущих десантников. Это мои вот здесь правнуки. Во время выступления ансамбля школьники и соседи Семёна Исяковича провели акцию «Бессмертный полк». Вышли во двор с портретами своих отцов и дедушек. Вместе спели День Победы, отдав дань памяти воинам, так и не вернувшимся с фронта. Продолжение следует...